Он работает по большей части с царским кирпичом Идея косы, это не моя идея Вот она карандашиком сделала эскиз Если честно, ну вы превзошли Я даже сама не ожидала, ну что будет такой результат Ну в общем предварительно берем кирпич, да, кирпич сами видите Объемная коса, у меня радиус уходит, ну диаметр уходит вот сюда Кирпич идет по кирпичу и он снимает по минимуму Уже по крайней мере видно, да, что фигура вырисовалась Всем доброго дня, с вами компания Печный мир Сегодня мы приехали в гости к Андрею Любченко Мы уже его снимали и сегодня мы на рабочем объекте Тогда мы были у него дома и в бане попарились, да, в гости приезжали А сегодня мы на рабочем объекте, посмотрим, что делает Андрей Он работает по большей части с царским кирпичом И вот разберем элемент коса, как изготавливается Ну и вообще поговорим о этом объекте, где сейчас мы находимся Андрей, приветствую Да, Максим Николаевич, здравствуйте В общем, еще раз здравствуйте Всем, кто нас смотрит, наш поклон Так вот, хотелось бы поговорить о данной печи и вообще, скажем Да, ну вот, конечно, да, запросов много было Ну в смысле, ребята спрашивают, как, что это делаешь Ну вот, да, элемент у нас сегодня на вот, как бы на декоративных элементах, так скажем, печи, да, потому что Печь это не только у нас сейчас, как отопительный щиток, да, это, ну в общем, печь это, что такое печь, да, это сердце дома Естественно, она должна греть и глаз радовать Ну, по крайней мере, я так вижу, ну чтобы, ну, так у нас всю жизнь было на Руси, да, в нашей многострадальной России Красоту и за ростами, конечно, делались, ну кто-то штукатуркой обходился А мы сейчас вот этот вот весь старый кирпич, который, когда кого-то уже грел, да, там лет 150 Ну я так грубо беру, да, ну может там, может и больше, я не знаю, какой-то, говорю, с фундаментов Снимая известковые эти растворы все, да, вот получается Конечно, у людей раньше не было таких возможностей Мы вот сейчас с помощью болгарки, конечно, фантазия у печника сейчас бурная Идея косы, это не моя идея Я ее только воплотитель У нас была заказчица, это был 16-й год, Елена Юдина Вот она карандашиком сделала эскиз кухонного комплекса И говорит, ребята, хотя бы на 70% сделайте Ну и, в общем, и началось, меня туда пригласил Александр Кутузов Я и не имел вообще представления, что я умею резать Оказывается, видите, какие таланты в нас зарыты Просто надо, женщины, вот, они же любители красоты, да Они сами женщины, самое прекрасное вообще создание нашего творца Естественно, им нужна красота Мы-то мужики, нам техника Технически главное, чтобы работало и все, в общем Ну и вот, благодаря Елене, в общем, мы дошли вот до такого результата И теперь, конечно, мне приятно их где-то нарезать, вставлять, да Чтобы вот люди потом в дальнейшем То есть была поставлена задача, вы выполнили на 70, на 100% А, ну, по итогу, когда мы уже сготовили в этой печи Там три блюда с мяса, напекли хлеба Александр Кутузов сам тесто заводил Сели за стол, ну, который там временно еще на тот момент был, поставили Я, естественно, Елену спрашиваю Елена, я говорю, мы, говорю, вписались в 70% Ну, вот, ваших ожидаемых, которые вы, ну, вот Она говорит, нет, ребята, если честно, ну, вы превзошли Как бы, я даже сама не ожидала, ну, что будет такой результат Заказчик попросил, чтобы здесь дальше пойдет полка Будет плита, это отопительно-варочная печь И мы еще в нее устанавливаем котел Теплообменник, который будет греть водяное отопление Будет по дому Ну, вот еще такой элемент Ну, я уже его наскорую Токарный станок я уже сюда не повез Вот она будет стоять вот здесь, эта стойка Ну, в общем, в виде геометрии Подпирать, да, вот эту стойку? Да, да, будет подпирать Вместо металлической трубы Будет вот такая вот стойка здесь стоять Под нее еще площадочку сделаем Потому что заказчик выше меня Для меня-то по высоте удобно Ну, еще будет подпорочка Старорусский стиль, какое-то такое ощущение Что она такая, ну, сруб должна вот такой же Как минимум вставать такая печь Из гримна Да, вот она там прямо как дома будет Из гримна вещи очень дорогие Ну, понятно, что это тоже не дешевое удовольствие Потому что с каждым кирпичом, во-первых, толщина, длина Да, это подходит Приходится мозаику набирать, действительно На сухую ряд выкладываешь и подгоняешь Потому что размеры тоже по длине бегают До 20 миллиметров, от 25 начинаю То есть ты подбираешь как по высоте их выгоняешь Ну, конечно, я их, получается, в геометрию не вгоняю Я их выкладываю здесь по факту Допустим, толстый попался, я его в отдельную стопочку Которые потоньше, в отдельную Которые еще тоньше, в отдельную И ряд прогнал с толстого Ну, в общем, набрался кирпич на ряд Я ряд прогнал, как бы, без проблем Я просто на своем опыте скажу У меня и 10 миллиметров шов живет отлично печь Если она выложена правильно, да, сделана футеровочка Защита, да, от перегрева Работает все И то, что говорят, шов не прогревается Да прогревается здесь все Как она может не прогреться? Если прогреть эту печь, от нее будет очень хорошее идти излучение Я просто на своей банной печи это все уже Испытал? Да, проанализировал, испытал действительно уже А вот эта печь, она на какую квадратуру, так скажем, настроена? Сколько она отопит? Какую площадку? Так а сколько? Тут, слушай, такая она и 200 квадратов отопит Я думаю, и 250 отопит С нашим котлом-то тут же за счет водяного отопления Основной акцент-то делается Просто это не зотовский котел, да, там, который, железяка Как он установлен, он же не в самой топке будет Да, тут-то, конечно, да, это уже тоже с опытом Котел стоит уже на выходе из топливника Получается за хайлом То есть он и саму топку не будет остужать, будет горение Да, мне как раз тут задача-то в чем? Я могу в топливнике разогнать температуру Ну, тире там, 600-1100 градусов, да, разогнать А если у меня будет здесь контур, да, с водой Внутри топки Естественно, мне вода не даст просто такую температуру Ну, или это надо уже, это производственная, да, печи действительно Котельные, да, принудительный поддув Или, наоборот, принудительную вытяжку ставить Да, здесь-то все у нас естественным путем Подача, выход, да Почему использовать трубчатые котлы? Во-первых, если его развернуть Он, получается, по квадратам будет больше Чем, ну, вот как чемоданы, да, которые из цельно-листового металла делаются Здесь идет прогрев намного быстрее воды Использована толстостенная цельно-тянутая труба Сейчас я, кстати, кусок покажу этой трубы Потому что тут еще и не везде найдешь Такую трубу-то Ну, люблю делать все надежно И, чтобы уже забыть про этот котел Навсегда Сейчас рулетку принесу Покажу вот толщину Нет, это серьезная труба Чтобы было понятно вообще, из чего сварено Да, вот Ну да, десятка Все, эту Я думаю, тут еще даже внуки будут пользоваться Хотя Заказчики еще самые молодые И еще и до внуков достанется Естественно, сейчас Ну, вот наглядно видно, да, какой он внутри Там без обработки у меня кирпич И какой снаружи Ну, там станет шамот В принципе, все это спрячется Шамот там все закроется Топится, огонь опрокидывается сюда же у нас, правильно? То есть опускаешь вдоль котла И там уже он уходит Ну, да, там подвертка у меня И все, и выход пошел нижний У меня такого колпакового Принципа печь В этом месте колпак Там уже вот в этом месте Это подъемный канал пойдет уже Все, и во второй канал уходит Естественно, здесь будет летнего хода Да, ну разгоночный Сделаем задвижку Отсюда Труба здесь, да? Да, да, труба будет в этом месте Причем не чугунную Чугунный я сейчас на разгоночный ход ставить Конечно, это Ну, они все равно со временем прогорают Негодность приходит Из шамота делаем Ну, и я не один Мы записывали уже как-то это рассказываем Что задвижку Из шамотного кирпича Чтобы он дольше стоял Ей пользоваться-то редко будет Этой задвижкой, в принципе Так, ну что, по обработке Сейчас, наверное, посмотрим Как обрабатываешь Косу покажу Да, сейчас я вам покажу мастер-класс Для всех, кто желает научиться резьбе Кто не освоит, как говорится, дистанционно Приезжайте лично Покажем Ну, покажем, да Мастер-класс сейчас Как, какие используются шаблоны И как вообще делается вот этот элемент коса Так, ну все Мы пришли туда, где как раз Андрей обрабатывает кирпич Здесь уже вот можем увидеть Кое-какие заготовки Это даже полностью, я понял, готовый портал Да, для банового фасада Да, и вот как раз вот этот элемент Который мы видели на печке Вот он как отдельно смотрится И вот сейчас с Андреем разговаривали Как срубы перевозят Он также их помечает Чтобы можно было не перепутать Кирпичи Так, ну что, Андрей Ну, пройдемте, покажу мастер-класс тогда Как я вообще начал эту резьбу И откуда берется такая красота В общем, для изготовления косы Мне Я вот придумал вот таких три шаблона Первый Который, вырезая сначала болванку, да Заготовку, это уже сама коса Которая фигура нарезается И вот такая полоска, естественно Либо мы ее вправо поворачиваем Рисунок косы Либо влево поворачиваем рисунок косы В общем, вот такая простая То есть она специально так подогнута? Ну да, я ее уже предварительно Но это вообще вот ровная линейка В какую сторону ее загну Ну, как бы жестянка же Ну, как бы все зависит от того Какая мне нужна коса Правая или левая Потому что если сделаешь две левые, да На один фасад Ну, они будут в одну сторону все закрученные И некрасиво Красивее, когда они развернутые Ну, или наоборот Они друг к другу повернуты Ну, в общем, предварительно берем кирпич Да, кирпич, сами видите Вот он может вот тут С таким наслоем раствора известкового Понятно, что этот кирпич где-то уже кого-то грел Начинаем вот с этого шаблона Предварительно берем заготовку Радиус Радиус Взят 180 Диаметр вернее Ну, так как у меня кирпича не бывает в природе 180 Я вот вышел из положения И подогнул Чтобы выглядела объемная коса У меня радиус уходит Ну, диаметр уходит вот сюда Есть еще одна И сколько получается вот эта площадка? Здесь 130 Ну, это как раз под царский кирпич Да, под царский кирпич Под современный кирпич можно сделать 125, да? Ну, вот именно вот этот тот размер 125-й бой У меня 130 Нарисовал Сделал, да? Раз, заготовка Ну, давайте вот этот вот черномазый используем Посмотрим, что из него получится Потому что кирпич можно вскрыть А там может оказаться Ну, вот как я вот сейчас покажу Вроде бы сверху был хороший Да, ну, вот здесь понятно, что Ну, где-то понятно, что Кто, да? Брак, брак И тогда был брак Просто его брак отслаивали Откидывали Он в забутовку уходил Да и в принципе Тогда все равно все это штукатурилось Ну, вот сейчас начнем Сначала вот покажу В общем Да-да Элементы Еще хотелось бы тоже проговорить Мягко пилиться Обрабатывается очень хорошо Действительно, царский кирпич Это золотая середина Он и в обработке приятный И теплоемкий очень кирпич Ну, а как он уже выглядит Вы уже видели, как он выглядит Заказчики Не в восторге от него Ага Вот следующий этап Это уже калибровка идет Нам что Ну, что понятно Я их не могу идеально круг вырезать То есть сейчас все колонны надо сделать, да? Кругую Да, мне сейчас надо сделать Болванку такую вот С помощью А почему большой диск, большая болгарка? А я сейчас объясню Максим Николаевич, вы не первый, кто задает такой вопрос Почему именно большая болгарка Вроде как чашка удобней На этом диске алмаза немного А чашка, она получается у ней полностью, да? У меня чашки просто нет с собой Ну, вот возьмем, да, заобразить Если... Я чуть маленько передавил Болгаркой Яма И у меня получается яма сразу Ну, это... Не, можно, конечно Но это надо, чтобы рука была набита Прям вообще идеально Мне большой удобней У меня большой оборотов больше Быстрее получается И за счет того, что вот эта вот плоскость Она кирпич не точит Снимает только крайняя кромка, да? У меня, получается, диск идет по кирпичу И он снимает по минимуму Ну, я предварительно-то у меня все равно Заготовка уже нарезанная, да? В принципе, все Колонна готовая Предварительно, да? Вот такая у нас получается болванка Ну, количество кирпичей Все зависит от того Какую мы хотим высоту набрать, допустим Ну, у меня стандартные фасады Для банных кирпичей Семь штук То есть тут как раз Часть косы, да? Там же еще есть Косу же ее на что-то поставить Если ее просто поставить на основание бетонное Да, будет не то У меня вот здесь как раз Есть вот такие вот заготовки Все это как плинтус или как это назвать? Да, да Это стартовая такая вот Из двух частей делается Ну, тоже под нее сделаны шаблоны уже Понятно, вырезал какие-то Они пошли сколотые Ну, выкидывать жалко Но, может, куда-нибудь пригодятся, да? Допустим Может, что-нибудь подрежем Пока он закругляется, получается, да? Ну, да, конечно Я потом с него Любой плинтус Уже любую фрезу Ставлю, да? Или вырезаю Ну, это тоже элемент Это клиенту, да, лишь, наверное Когда заканчиваешь? Не, это просто здесь захотелось У них одна Печь расположена же Как вы видели В трех комнатах И Которая комната Где будут спать Как раз Муж с женой Вот мне вот Возникла такая идея Два сердечка Прямо в отопительный щиток Выше Но они еще об этом не знают Одно-то уже Там лежит Они его, наверное, уже присмотрели Вот второе надо работать Короче, креативность идет, да? Да, да Ну, оно же Что-то же охота добавить Не просто, чтобы был Вот Кусок стены, да? Там ровный Где-то какую-то полочку Кронштейн Уже не интересно Делать Простые Для того, чтобы был Идеальный болванка Я ее еще Вот таким образом Меняешь местами? Ну да Меняю местами И все Поменял опять же С помощью там Ровненькая, да? Ну, кто что использовать У меня вот что под рукой есть В принципе Опять зафиксировал Ну, в принципе То она вот у меня Никуда Не потерялась Да, ну тут есть Маленькая Даже можно сказать Идеально Вот если ее подогнать Ну, могу сейчас Теперь вход Вступает Второй шаблон Кстати, это тоже Сделано Диаметром 180 Вот они Получается, да? Тут уже Ничего я загибать не стал Но я его могу крутить Тут Если приглядеться Четыре круга По 90 внутри То есть Разрюновал И поднимал Да Четко, да Провел Крест И уже Сделал разметки У меня Четыре круга Здесь по 90 Если присмотреться Это как его нарисовать Можно получается Да, да В общем Но ты всегда В одном размере Делаешь Или бывает меньше? Бывает меньше Вот Я взял Это вот как раз Угловой элемент Мы использовали Такие элементы Как раз мы Осваивали Когда эти косы Была поставлена задача Заказчикам Что вот Ну Мы вот Это угловой элемент Это делается Из целого кирпича Что можно делать Перевязку А угол получается В печи Он отсюда Да Его можно отсюда положить Второй отсюда Отсюда Ну они Ну они В общем Тут уже на глаз Конечно Угол поймал И здесь Угол поймал Вот он Его подвел Здесь края Здесь края Да И угол Вот этот Поймал Все Вот Все Вот у меня Идет готовая Разметка Второй кирпич Второй кирпич Я его рисую Вот так Вот они в паре Потому что на каждом Ну получается на каждом Кирпиче рисую Только один делается сверху Другой снизу То есть их разворачиваешь Нет Вот сейчас Вот получается Прорисована Пара Прорисована сверху И снизу Ну Прорисовываю шаблонами Вот так же сейчас еще Пару возьму Прорисую Вот это уже Пересечение Да По диагонали Получается Под 45 градусов Я ставлю Вот такие риски Ну тут понятно Она на угол Уходит Никуда не льется И вот Если мы сейчас посмотрим Они вот эти Вот Вторая пара Да Вторая пара Она получается Дублирует Ну Вот они сходятся И он Прекрасно Переходит Из Да 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 Все В общем Единственное Здесь Да Сейчас тоже Добавлю Без них Никак Это Риски Делаются Для третьего Шаблона Понятно Когда я начинал У меня Ну Неделю Наверное Ушла Освоить Это все Технику Чтобы получить Одну косу А сейчас Сколько времени Затрачиваешь Чтобы изготовить Ну Сейчас Ну Вот Сколько У меня Вырезать Заготовки 10 минут Отшлифовать Да Ну Пусть Еще 10 минут Ну Пусть 15 Диск Уже Просто Алмаз Кончился Надо Новую Поставить У меня Врасплох Можно сказать Застали Ну У меня Выкидывать Это жалко Надо Дорабатывать Все У меня Вот Одна Риска Вот Вторая Вот Третья Да Угол Она Как раз Уходит И мне Получается На Сейчас Провести Вот Этот Совпадаешь И по Нем Уже Главное Задача Чтобы Она Полукруг Цепляла Ну Почему Используется Вот Такая Жестяночка Надо Нарисовать И вот Она Получилась Вот Сейчас Еще Прорисую Дальше Его Еще И на Прижать Аккуратно Чтобы Вот Он Как раз Поймал Все Вот Эти Точки Здесь На угол Да Здесь Она На угол Ушла У нас Здесь Тоже Выходит На угол На следующий Получается Где линия Там Углубление Да У нас Будет Вот Это Будет Сама Толщина Косы Вот В этом Месте Да Где Линия Линию Я сделал Для того Чтобы Сейчас Прорезать Болгаркой Маленькой Ставлю Уже 125 Диск И Получается У меня Как раз Болгарка Мне в этом Еще Помогает У меня Как раз Глубина Погружения Диска Как раз Какая Мне нужна Ну вот Чтобы Она упирается Да Да Вот Этой Частью Упирается Ну тут Еще Принцип В чем Да У нас Так как У нас Плоскостя Постоянно Меняется Мне надо Болгарку Тоже Подстраивать Именно Ставить Под 90 Градусов Той Плоскости Где Она Сейчас Режет Понятно Что Я ее Вести Не могу По таким Углом Да Он Диск Не Имеет Возможно Выгибаться Но Я Вышел Из Положения В общем Сейчас Самый главный момент Тоже Но он Тут все Конечно Главное Не Учел Толщину У меня Вот Заготовленный Уже Разогнался Это Обязательно Нужно Делать Потому Что Вот Сейчас Как раз Наглядно Будет Видно Что У нас Получается Мы Когда Толщину Шва Набираем У нас Уже Разбег Уходит Именно Если Мы Допустим Используем Там Вкладки 5 Миллиметров 6 Кто 8 Ну Понятно Что У всех Свои Да Вот Как Раз Ну Наверное Так И задумано Все Видно Да Как У нас Уходит Рез Естественно Если Мы Косу Вырежем Без Учета Шва Мы Когда Начнем Вкладку Выкладывать Естественно У нас Начнется Разбежка И придется Ее на месте Потом Опять Дотачивать Но Мы Сейчас Это Дело Исправим Царский Его Не Поймаешь Во-первых У меня Кладка У нас До 15 Миллиметров Может Различаться Толщина Кирпича И Где Каждый Вгонять Нет Но В этом Как раз Есть Сама Брутальность Этой Кладки Во-первых Улепили Вручную Обрабатываем И Вручную И Что Получается То Получается Ну А В таком Случае Получается Косты Могут Быть Еще Больше Если Шаблон Будет Другой То Будет Чаще То 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 Тоже Может Так Ну Понятно Все Зависит От Шаблонов Мне Такая Понравилась Я Такую Делаю Ну Какой То Элемент На Печи Угловой Можно Сделать Конечно Делали Уже 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 Ребята Приезжали Спрашивали Показываю Мастер Класс Кстати Максим Герасимов Они Исполняли Тоже Царского Кирпича Ну Симпатично Получилось У них В перевязку Все И главнокладка Все Идет В перевязку У меня То Они Приращиваются С помощью Сетки К основной Кладки Мне На Сегодняшний День Уже В принципе Ну Вот Видно Что Сейчас Нужно Срезать Но Это Маленько Ушла Но Ничего Страшно Я же Говорю Это Художественная Резка Можно С помощью Болгарки Она Когда Вытачивается Мастер Вот Вот Она Вышла Все Сейчас Можно В парах Обрабатывать Кирпичи Вот Здесь Мы Тоже В принципе Тут Чуть Чуть Не Дорезал Я Раньше Подправлять Да Я Обрабатывал Каждый Кирпич Ну Просто Пару Беру И Вот По Отдельности Все Это Срезал Сейчас Понятно Что Уже Рука Набитая Мне Уже Это Безнадобность Здесь Так Да Почему Использую бочку Неудобно Потому что Надо по максимуму Сдвигать Потому что Болгарка Уходит На верстаке Это делать Неудобно Можно Конечно Приспособление Да Можно Бочку Удобнее Конечно Когда бочка Перевернутая Тогда Практически Крутить Не надо Продолжение следует Процесс Не быстрый На самом деле Творческий Творческий Пыльный Да Про пыль Я тоже хотел сказать Почему Респираторами Не пользуешься Да Пользуюсь Ну Все Видите Кирпич Мне смочило Дождем Вроде Как Это Вообще Конечно Это Конечно Как без Респираторов И очки Другие Одевать Не такие Как Техника Безопасности Это В любом Случае Дошлифовываешь Таким Кругом Да Потом Одеваю Лепесток Я сейчас Конечно Если Я буду Полностью Резать Я на весь День Задержу Ну Может Не на весь День Уже По крайней Мере Видно Что Фигура Вырисовалась Да Вот Они Как Раз Полностью Элемент А дальше Шкуркой Ну Да Потом Уже На месте Конечно Уже Вручную Каждой Наждачкой Здесь Так А потом Да Я Предварительно Лепестками Обрабатывал Уже Когда Уже Смонтировал Ее Тогда Уже Конечно Да Это Швы Получается Не углубляешь Делаешь Такие Чтобы Она Как Косой Шла Я Расшивку Не делал Никакую Ну За счет Того Чтобы Вот Она Смотрелась Монолит Там Да А вот Как раз Тут и булочки Есть Да Первая Да Ну В доме Вы уже Видели Как Они Выглядят Да Это Первый Элемент Это Второй Элемент Он Делается С цельного Кирпича Все Вот Они Все Подписаны Потому Что Если Я их Поменяю Да Они Парами Идут Но Если Даже Пару Поменять Она Уже Не попадет Ну Потому Что Я Не могу Вот Так Прям Идеально Конечно Это Можно Но Слушайте Я Парами Это Банному Порталу Это Арка Изготовленная Тоже Идут Цифры То есть 1 2 Потому Что Элементы Естественно Они Все Вручную Точенные Римскими Удобно Подписывать Как будто Недопеченный Что Ли Да Цветовая Гамма Это Конечно Тут Палитра Они От Рыжего До Темно Красного И Даже Бордовые Такие С Отливом Бывают Чуть Маленько Пережженные Разваливаться Он Стоит Нормально Такой В печи То Он Живет Ну Где То Он Стоял 150 Лет Может 200 Тут С разных Объектов С разных Печей Где-то Фундаменты Разбирают Привозят Ну Выкупаем Кирпич Погода Немного Не дала До конца Завершить Но Я думаю Что Суть Понятна То есть Хотелось Показать Видел Много Работ Андрея Как раз Как Делаются Косы Сейчас Я думаю Что В интернете Начнут Косы Появляться Ну Я тоже Надеюсь Андреевы Косы Ну Конечно Элемент Приятный Смотрится Очень Хорошо В вкладке Естественно Ну Ребята Уже Просили Я говорю Ну Подождите Дождитесь Будет Возможность Снимем Хороший Ролик Ну Чтоб Можно Было Наглядно Показать Как Это Делается Потому Что Так На пальцах Не Объяснишь Более Чем Смотрите У кого В первого Раза Я думаю Не получится Ну Такая Прям Идеальная Доступно Объяснили Что должно Как минимум Время Потратиться Раза в два Больше Но результат Примерно Тот же Должен быть Ладно Андрей Полетим Спасибо Всего доброго Информация То есть Смотрите Ставьте лайки Подписывайтесь Ну и делайте Такую красоту Как делает Андрей Любченко Всем пока Всего доброго Субтитры 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 Продолжение следует...